А есть ли, в принципе, предпосылки к тому, что биткоин может оказаться вне закона рано или поздно? Теоретически мы можем сказать, что угодно. Его невозможно запретить, потому что, по сути, это является технологией. Вы же не можете запретить электричество. То есть, если я хочу вырабатывать электричество, я же буду вырабатывать электричество. Если я хочу пользоваться интернетом, а интернет – это есть право человека коммуницировать и выражаться, взаимодействовать, то интернет, электричество и компьютер достаточно для того, чтобы эта сеть существовала и биткоин был вне состояния желания мира. Скорее всего, по-другому нужно задать вопрос. Биткоин будет развиваться в дальнейшем, при условии, если люди будут в нем видеть какую-то пользу для себя, какое-то решение проблем для бизнеса, для себя лично. И, исходя из этого, будут в последующем подстраиваться законы, которые могут регулировать какие-то бизнесовые аспекты, происхождение денег, идентификация людей, других моментов. Потому что эта технология этими вопросами не задается. Для них важно фундаментально построить такой низкого уровня протокол, технологию, которая позволяет нам экономически взаимодействовать напрямую. Этого никто не мог сделать. Ну, кстати, насчет инноваций. Старшее поколение не всегда успевает за инновациями. Вот как бы вы объяснили своей бабуле, что такое биткоин? Вот простым языком. Это очень сложно. Я когда-то, не знаю, собирал себе материалы, как можно бабушкам в 15 слов объяснить, что такое биткоин. Ну, если так вот, ну ладно, абстрагироваться от бабушек и попытаться по-престому, это новая форма денег, которые используют математику и мощности людей в открытой, понятной форме, для того, чтобы они экономически между собой взаимодействовали. Вопросы эмиссии, вопросы транзакции, комиссии всем понятны, открыты, и любой человек без препятствий может участвовать. Что-то такое же, как, например, интернет. Вот, упоминали. Вы хотите запустить свой, например, YouTube-канал или какой-то медиа-канал. Вы сделали, запустили, и вам не надо кому-то идти разрешение отрасить и так далее. Сделали свой сайт и начали коммуникацию. То же самое здесь. Здесь она имеет уникальную особенность в том, что правила, говорю, понятны, и ты можешь просто включить и их использовать. Поэтому, по-простому, это цифровая форма денежных единиц, которые для старшего поколения можно представить как цифровое золото. Золото не привязано к государству, чтобы так отбросить. То есть это не управляется какой-то конкретной человеком, организацией. Она существует в природе. Здесь она существует в цифровом формате. И любой человек может купить, продать, использовать, взаимодействовать, развиваться. Что для, опять-таки, старшего поколения, что такое эти относительные единицы? Сам по себе биткоин, он не подкреплен к чему, не привязан ни к чему. Он не привязан ни к прямолинейному долгу, или к золоту, или к какому-то, не знаю, активу. Он самодостаточен как доллар, как золото, мы упоминали, или другой инструмент, который мы просто видим для себя. Он полезен, нужен или не нужен нам. Поэтому биткоин просто нельзя копировать, создавать, уничтожать. И существует какое-то определенное количество. И, исходя из спроса предложения, возникает цена. Поэтому он не является привязанным или зависывающим от кого-то элементом. Откуда, кстати, берутся новые биткоины? Они создаются самой сетью благодаря математической формуле, награду тем компьютерам, которые ее поддерживают. Вы, например, если свой компьютер сдаете в аренду биткоин-сети, предположим, он делает техническую работу, и он может потенциально получить награду в виде новых биткоинов. Это ваш первый семинар по биткоину? Мы уже три года рассказываем про биткоины в разных форматах, с разными аудиториями. Здесь так совсем для новичков мы решим. Не вызовет ли биткоин дефляционную спираль? Хороший вопрос. Вы подготовились. Однозначно, с точки зрения экономики, это дефляционная денежная единица, дефляционная монетарная модель. И в многих возникает вопрос, насколько она может вписаться в существующую экономическую модель, которую мы имеем. Да, в большинстве случаев биткоин притягивает не как средство обмена, а как средство сохранения стоимости. В большинстве случаев сегодня выбирают тогда, когда я не доверяю финансовой системе, не доверяю национальной валюте, или для того, чтобы мне взаимодействовать с человеком в мире, очень много посредников, очень много комиссий, или это очень долго, или это очень медленно, ну и другие модели. Он есть такой, как он есть, но это не мешает вам или кому-либо еще. Возможно, приложить другую модель над биткоином, параллельно с биткоином, которая может быть лучше вписаться, если мы того хотим, в существующую финансовую, экономическую. Он волатилен, как и любая новая технология, новый инструмент. Когда возникали рынки нефти, там нефть проиграла тоже в свой период, это нормальный процесс для новой технологии. Сегодня цена его исключения спроса и предложения. Нет организации, которая диктует цену, нет организации, которая может прямо на ней навлечать. В принципе, есть рынки, где возникает предложение и возникает спрос. А что может произойти, если кто-то возьмет и купит все биткоины, которые существуют? Я тоже в этом думал. Если кто-то будет покупать все биткоины, то, в принципе, выиграют от этого все, но не тот, кто будет покупать, наверное. Потому что, если ты будешь резко покупать все биткоины, цена на него будет расти. Мы биткоин можем делить на более мелкие частички. В принципе, вся премия от роста будет уходить тем, что кто-то будет давать доллар, который будет уходить вместо биткоина, который будет тратиться на какие-то товары и услуги. Но, в любом случае, та аудитория, которая будет хранить или использовать биткоин для своих экономических отношений, она просто в виде цены маленького крупицы биткоина по отношению к товарному сумму просто изменится. То есть даже если вы скупите 90%, а у всех остается 10%, то просто стоимость одного биткоина, как сейчас, будет не тысячу долларов, а, например, 100 тысяч долларов. Но мы их будем делить на маленькие частички и пользоваться себе. А на сколько частей, кстати, биткоин делится? 10, на 8 степени. А как правильно называются доли биткоина? Самая маленькая – Сатоши. А на сколько биткоин безопасен вообще? С точки зрения безопасности, наверное, очень безопасен. Потому что если бы он был небезопасен, то за 6-8 лет история существования биткоина при капитализации, сколько у нас сегодня есть, миллиардов долларов, 16-19, любой человек мог бы его взломать, продать, использовать. То есть сегодня, собственно, капитализация – это есть награда, если ты его взломаешь. И, в принципе, до сегодня его не взломали. И та модель математики, которую люди видят, знают, тот опыт, история, которая прошла, показывает, что это очень надежная система. А есть ли какая-то тестировочная площадка? Есть тест-нет, есть отдельная тестовая сеть биткоина, которая что-то пробует, экспериментирует, но она исключительно тестовая. А есть ли вообще какие-то рассылки у биткоина? Как можно узнать, о чем тут? Есть организации, комьюнити, люди, которые, новостные порталы, которые пишут новости, что-то рассказывают, делятся, встречаются, общаются. Насколько я знаю, мне нужно ждать минут 10. Для верификации. Да, да, да. Вот почему такое происходит и зачем это? Это из особенностей сегодняшнего состояния биткоин-сети и организации майнингового процесса. Pro4Work занимает порядка 10 минут для того, чтобы сформировался новый блок. Эту проблему, это не есть проблема, это так организованная сеть и так организован процесс безопасности сети. Но есть надстройки на дата-сети, вроде Lighting Network, которые позволят делать вне блокчейновские транзакции моментально, без необходимости той верификации, которую мы сегодня ждем в биткоин-сети. А какие виды транзакции вообще существуют в биткоине? Биткоин-сети имеют очень простой скриптовый язык, который, по сути, сводится к тому, что ты доказываешь право владения, ты можешь передать другому человеку право владения биткоина. Ну, передав на тот адрес, который ты указываешь. То есть, по сути, там очень простые возможности, это переслать между разными аккаунтами биткоин-сети. То есть, в принципе, биткоины не привязаны к какому-то определенному кошельку, ими можно делиться, меняться. Можно взять кошелек, телефон установить, все кошелек и сгенерировать 100 тысяч в себе аккаунтов. Сколько на биткоинах можно заработать? Не совсем, мне кажется, как сказать. Очень простой и корректный, и некорректный этот вопрос. Сам по себе биткоин – это инструмент, как вот золото или там любая валюта. То есть, оно выполняет какую-то определенную функцию. То есть, если у тебя какая-то необходимость, как я говорил, решить экономические проблемы, или у тебя есть недоверие к существу финансовой модели, ты покупаешь биткоин, ты уходишь к некой тихогавани или альтернативную платежную систему. Но заработать биткоин можно исключительно. Точно так же, как заработать обычную валюту, делая какую-либо работу или оказывая услуги. То есть, если вы сейчас делаете определенную работу и говорите, я теперь принимаю биткоины, вы получите биткоины, заработаете биткоины. Но если говорить с точки зрения спекулятивных функций, то да, они могут быть, но они существуют и на фондовых рынках и так далее. То есть, если вы хотите быть трейдером, который обеспечивает ликвидность биткоина по отношению к разным фиатам, валютам, по отношению к товарам или к чему-либо еще, то да, там тоже можно заработать. Поэтому, в принципе, мы на биткоине не зарабатываем. Мы оказываем какие-то услуги или делаем какие-то бизнес-действия, и там зарабатываем, неважно что. Хочешь биткоин, хочешь доллар, что тебе нравится. А используется ли майнинг для каких-то полезных вычислений? Нет. В том состоянии, в котором есть майнинг, он исключительно делает ту функцию, что обслуживает биткоин-сеть. А как работает поиск других клиентов? Никто в биткоин-сети не ищет никаких других клиентов, как сеть. Сеть – это общественная открытая технология. Если, например, мы с вами запустили криптобиржу, и мы зарабатываем на то, что мы имеем маленькую комиссию на оказание услуг, гривна и биткоин, то да, мы тогда с вами начинаем делать маркетинг и привлекать к себе клиентов на нашу биржу-площадку, что мы хотим оказать эту услугу. Но сам биткоин не имеет за собой какой-то организации и не пытается не привлекать к себе клиента. То есть, грубо говоря, просто все люди, которые создают бизнеса, связанные с биткоином, различные. Они все заинтересованы, чтобы количество пользователей, чтобы экосистема развивалась. Исходя из этого, они как бы все заинтересованы в привлечении людей, в развитии новых проектов. Потому что это косвенно отразится на состоянии их бизнеса в том числе. А за счет чего биткоин вообще набирает обороты? Почему эта криптовалюта становится все более популярной? Потому что у нее есть ряд характеристик. В частности, наиболее это вопрос доверия или недоверия к существующей финансовой системе. С другой стороны, это потому что это на грани финтека, где позволяет делать интернет-овсенс, интернет-вещами, автоматизированные платежи, программированные деньги, умные контракты. То есть все эти цифровые различные сервисы, продукты, которые сейчас пытаются создавать, оно привлекает, потому что мне за три секунды я могу настроить свой бизнес или интернет-сайт или какой-то проект, и использовать международную платежную систему. Не надо никакой бумажки, никаких разрешений, никаких лицензий, никаких дискуссий. А что случится, если блок сгенерирует два узла одновременно? Это называется форк. Это нормальное явление, когда возникают два разных узла в сети, начинают формироваться следующие блоки, и там, где будет наиболее длинная цепочка блоков, она будет основной. И все другие ее скопируют. Таким образом, рано или поздно, сеть все равно выходит на единую цепочку транзакций. А вы долго с биткоинами работаете? Давно, точнее? Я интересуюсь года два-три. То есть, в принципе, вы еще на волне хайпа? Ну, да. Ну, биткоин, наверное, еще, сказать, еще даже не стартанул так, чтобы сильно идти. То есть, он еще очень инновационный, очень на раннем этапе своего развития. А почему вы решили создавать, собственно говоря, мастер-классы по биткоину в Украине? Потому что у нас есть общественная организация, которая должна была решать одни проблемы, она какие-то проблемы выполнила. Мы задались вопросом, что мы хотим в этом году делать. И мы подумали, что, наверное, мы сделаем фокусный метап. И если будет кому-то интересно послушать, и мы чем-то можем поделиться, мы делимся. Если никому не интересно, значит, мы это не делаем. Привет! Меня зовут Андрей Дубецкий. Я передаю вам салют от Bitcoin Foundation Ukraine. Take it easy! Меня зовут Андрей Дубецкий.